Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Давайте сегодня поговорим с вами о таком важном приеме, как пикировка рассады. Вообще существует два основных способа выращивания рассады. Это посев в какую-то одну емкость, затем выращивание сеянцев, томата, баклажанов, огурца, перца, вот бархатцев у меня здесь не имеет значения, в серой петунии, все можно так выращивать, лабелию и так далее. Либо же выращивание растений в кассетах. И у того и другого способа имеются преимущества. Но прежде чем скажу вам о преимуществах того и другого способа, хочу сказать вам о сроках посева. Очень многие, будучи соблазненными такими коммерческими блогерами, которые выращивают растения с целью получения продукции для дальнейшей продажи на рынке, соблазняются очень ранними сроками посева рассады, развития этой рассады. Для таких фермеров ранние сроки получения урожая являются очень важными, поскольку цена продукции на рынке всецело зависит от сроков ее получения. Чем раньше будет получена продукция, тем дороже фермер ее продаст. Для этого они ее подсвечивают, для этого они ее греют печками, отапливают. Это все недешево стоит, но зато возвращается им доходом. Что касается обыкновенных садоводов-огородников, которые хотят посадить небольшую теплицу для своего собственного использования продукции, делать слишком ранние посевы, будь то в кассеты или будь то в плошки, совершенно не обязательно. Потому что она будет для вас дорогой, вы должны подсвечивать, вы должны ее также греть, каким-то образом за ней длительно ухаживать. При этом вы можете получать переросшую рассаду, и она не даст вам хорошего эффекта, потому что высаживать вы ее все равно будете стандартные сроки. В нашей умеренной зоне в Беларуси это начало или середина мая. Что касается пикировки рассады, выращивания ее в плошках, то этот способ, конечно, имеет ряд преимуществ. Одно из преимуществ – это возможность сортировки сеянцев с целью отбора среди них наиболее крепких. Когда вы осматриваете ваши растения и затем выбираете растения для посадки уже в большие емкости, вам, конечно, их надо как следует осмотреть. Чтобы сеянцы не были искривленные, чтобы они были ровные, чтобы они, с одной стороны, не отставали в росте от основной массы, такие подлежат выбраковке. С другой стороны, не были выскочками, потому что выскочки, скорее всего, представляют из себя какие-то сортовые примеси. Впрочем, вы их также можете распикировать. Почему? Потому что, ну, может, это будет другой сорт, и не факт, что он будет хуже, чем основной. Ну, просто любопытство. Если же вы хотите получить выровненные грядки и посадки, то вы браковываете также и излишне выросшие растения. Отбирая стандартные растения, вы тем самым добиваетесь действительно хорошего впоследствии качественного посадочного материала. Кроме того, когда вы выращиваете растения в кассетах, дальнейший отбор, ну, вот, как правило, вырастают все, и худшие, и лучшие, какие-то умирают, и у вас здесь получаются пропуски. В итоге вы имеете некую площадь, которая занимает место, но в то же время используется нерационально. Поэтому есть определенные плюсы в том, чтобы выращивать в плошке и затем пикировать в горшочке большего размера. Еще одно преимущество выращивания с последующей пикировкой является повреждение корней. Опа! Как это повреждение корней является преимуществом? С одной стороны, это, конечно, недостаток, потому что поврежденные корни являются очень-очень важным таким местом, куда стремятся всевозможные патогены. Фузариоз, вертицелиоз, эти патогены заселяют растения вот как раз в процессе вот этих манипуляций, в том числе повреждения корней. И о себе некоторое время, достаточно длительное, вообще не дают знать. И только потом, когда уже растение вырастает, иногда даже вступает в фазу плодоношения, мы наблюдаем всевозможные увядания и гибель растений, неполучение урожая. Это касается и посленовых, и цветочных, и бахчевых, и огурца, и арбуза, и дыни, и так далее. Всех это касается. Но в то же время повреждения корней, во-первых, позволяют сформировать растению мочковатую корневую систему, ну, делают даже пинцировку, прищипывают корешочки. С другой стороны, если мы используем современные методы защиты растений, такие, например, как использование различных биопрепаратов целевых, в этом случае эти самые повреждения являются тем местом, куда заселяются полезные бактерии. Поэтому, когда вы делаете вот такую вот пикировку, в обязательном порядке сделайте раствор биологических препаратов, и препаратом выбора для посленовых должен стать бактоген, а препаратом выбора для капустных растений, ну, для капусты, через рассаду, когда вы выращиваете, обязательно должен стать такой препарат, как стимул. Вот в него надо окунать корни. Ну, я возьму, кроме того, что сюда заброшу, залью бактоген, я еще и добавлю сюда немножечко гулливера. Гулливер содержит в своем составе гуматы, он содержит ростостимулирующие бактерии, бактерии с защитными функциями, поэтому совмещение этих двух препаратов для рассады, ну, вот я тагетис возьму, а вообще для томата, для перца, для баклажана является очень и очень желательным. Каждого препарата нужно добавить в соотношение 1 к 100. И я обязательно перед посадкой окунаю сюда корни. Бактерии, находящиеся в растворе, заселят корешки, кроме того, что они будут способствовать максимальному развитию корневой системы, они еще и станут барьером, непреодолимым барьером для заселения корней всевозможными фитопатогенными, в том числе очень опасными для огурца, томата, перца, баклажана и других растений микроорганизмами. Очень важно при посеве семян, ну, уже, в общем-то, все посеяли, ни в коем случае не загущать этот посев. Существуют прям-таки какие-то, ну, мне кажется, от бессилия блогеры уже что-то такое придумывают запредельное, когда они сеют, загущают очень сильно эти посевы, корневая система получается очень бедная, ее практически нету. Вот эта вот часть очень вытянутая, тонкая, подверженная заболеваниями, и они рекомендуют пересаживать вот такие вот дохлые, хилые сеянцы, а мотивируя тем, что они очень хорошо развивают потом, впоследствии, корневую систему. С точки зрения агрономии, это полнейшая глупость, ни в коем случае так делать нельзя. Наоборот, надо предпринять усилия для того, чтобы повреждения корней, которые будут неизбежны при пересадке, были все-таки минимальными. И обязательно в случае повреждения корней необходимо делать вот эту процедуру заселения корешков биологическими препаратами. Если вы этого по какой-то причине не сделали, не заселили корни биологическими препаратами, то в этом случае необходимо пролить вашу рассаду как можно раньше для того, чтобы она заселилась, чтобы корни заселились, чтобы эти бактерии проникли внутрь корня, внутрь растения и оказали там хорошее, настоящее системное воздействие, которое будет помогать отбивать атаки фитопатогенных организмов до окончания срока сбора урожая. Это не означает, что последующие обработки не нужны, но это сделает их гораздо более эффективными. Что же касается вот этого способа выращивания в кассетах, он, конечно, тоже эффективен. И в первую очередь этот способ направлен на максимальное увеличение объема корневой системы. И это очень важно, чтобы объем корневой системы был большой, потому что корни – это питание растений. Конечно, может быть, даже у самого хилого сеянца и хватит сил для того, чтобы восстановить корневую систему и потом развиваться нормально. Но урожая уже, ожидаемого большого урожая, вы не получите никогда, потому что те силы, которые он должен был направить на развитие вегетативной массы, на закладку генеративных органов, крупных, больших органов, для того, чтобы объемных органов, чтобы дать большой урожай, у него эти силы будут распределены на восстановление корневой системы. И поэтому кассетный способ выращивания очень хорошо подходит для того, чтобы обеспечить большой объем корневой системы. Но при этом как раз не происходит выбраковки, занимается много места. Если семена были не очень качественные, поэтому вы можете получить какое-то количество пустых ячеек, пустых кассет и нерационально использовать площадь. Именно поэтому при посеве в кассеты вам надо использовать только семена, проверенные и наилучшего качества. Что же касается заселения бактериями полезными, то здесь тоже нет никакой проблемы. Возьмите кассеты и пролейте их аккуратненько раствором биологических препаратов. Это будет очень и очень хорошо для их дальнейшего развития. Что ж, как видите, оба способа хороши. Оба способа имеют свои преимущества. Если места у вас много, пользуйтесь кассетами. Если места у вас мало, используйте вот этот метод для того, чтобы впоследствии выбрать только самые лучшие сеянцы и заселить корневую систему непосредственно в зоне повреждения. Выбирайте тот, который вам больше всего подходит с учетом именно ваших условий. Ну а использование современных биологических препаратов для защиты растений с целью восстановления объема корневой системы в случае пикировки, а также достаточной степени изреженный посев с целью получения компактных и здоровых растений, это очень важные приемы, которые обеспечат вам замечательное качество рассады вкупе с оптимальными сроками посева на рассаду. 20-е число марта, конец марта является все еще оптимальным способом для посева ранних сортов томатов, в том числе для открытого грунта детерминатных сортов. Ни подсветки они уже не потребуют, ни дополнительного подогрева, потому что условия сейчас светового дня уже очень и очень хорошие. При минимуме затрат вы получите максимум результата. Надеюсь и уверен, что с нашими советами вы будете иметь большой, богатый урожай без всяких там каких-то странных и иногда просто-таки глупых манипуляций с рассадой. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!